В начале этого года Минздрав России составил список потенциально дефицитных препаратов, в него вошло 97 наименований. Среди них даже такие привычные медикаменты, как йод, парацетамол и иммуноглобулин. Но через пару месяцев министр здравоохранения заявил, что никакого дефицита на самом деле нет. Были трудности с доставкой, но логистические цепочки налажены и препараты вернулись на полки аптек. Но так ли это? Действительно ли дефицит был временным? И как вообще сейчас обстоят дела с лекарствами? Разбираемся в этом видео. Меня зовут Кагершин Сагеева, вы смотрите «Это не так». Проект портала «Такие дела». В 2022 году, согласно данным Росстата, средняя цена медикаментов в России выросла на 10%. Но главной проблемой стало не повышение цен на лекарства, а их банальное отсутствие. За последний год с дефицитом лекарств столкнулась практически каждая аптека в стране. Чаще всего это были антибиотики и жаропонижающие, причем нехватка наблюдалась как с препаратами для взрослых, так и с таблетками для детей. Среди таких препаратов – нурофен в детской форме или антибиотики, амаксиклав и панклав. Поначалу Минздрав объяснил отсутствие этих лекарств особенностями сезонного спроса, но потом признал, что проблема была вызвана перебоями в поставках. В прошлом году против России активно вводились санкции, а иностранные компании уходили или сокращали свою деятельность в стране. Так, к примеру, Элли Лили полностью приостановила поставки своих лекарств. А Навартис и Пфайзер приостановили инвестиции и проведение клинических исследований. Одновременно с этим отечественные производители столкнулись с нехваткой сырья и были вынуждены остановить производство медикаментов. В результате этого цены на лекарства выросли на 30-35%. Со временем некоторая часть исчезнувших препаратов вернулась в аптеки, но другая часть до сих пор отсутствует. В 1922 году российским фармпроизводителям постановили заменить отсутствующие иностранные лекарства отечественными. Но сделать это оперативно не удалось до сих пор. Главная причина заключается в следующем. Доля российских препаратов на рынке составляет около 60% от всех лекарств. Но лишь 15% из них изготавливается из отечественных материалов. Остальные создаются из импортного сырья, с поставками которого и образовались проблемы. То есть в первые месяцы после введения санкций отечественные производители не могли даже произвести привычные препараты. Что уж говорить о новых аналогах иностранных. Люди, нуждающиеся в долгосрочном лечении, например, люди с ментальными заболеваниями, сталкивались с тем, что им экстренно приходилось менять курсы лечения, либо придумывать, как достать дефицитный препарат. В мессенджерах и субсетях появились группы с объявлениями по обмену лекарствами. Каждый спасается как может. Иностранные фармкомпании тем временем продолжают покидать наш рынок. Например, в мае этого года компания Амген заявила, что прекращает поставки от Теслы в Россию. Этот препарат применяется при псориатическом артрите, бляшечном сырязе и болезни Бехчета. Отечественных альтернатив ему нет. Препарат Озимпик, который используют люди с сахарным диабетом, исчез в феврале этого года. Сейчас он у перекупщиков стоит в 8 раз дороже. Людям, зависящим от этого препарата, станет еще сложнее уже в следующем году, когда в Россию перестанут поставлять его аналог в таблетках. Препарат Ребелсос. Эксперты отмечают, что на устранение дефицита этого лекарства может уйти несколько лет. Какой препарат может исчезнуть следующим? Остается только гадать. Люди с хроническими заболеваниями вынуждены искать новые схемы лечения и использовать дженерики. Они не всегда так же эффективны и безопасны, как оригинальные средства. О препарате этомоксифенгексал, который применяется при терапии рака груди, мы уже рассказывали в ролике про импортозамещение. О его дефиците сообщали даже в Кремле, но там подчеркнули, что в доступе остается российский аналог. Как утверждают пациентки, принимать его невозможно из-за побочных эффектов. Дефицит лекарственных средств наблюдается и на рынке ветеринарных препаратов. Уже сейчас ветеринары отмечают, что в России не хватает антибиотиков, обезболивающих средств для наркоза, вакцин и лекарств от паразитов. Поставки импортных вакцин для животных в Россию за 2022 год упали почти на треть. Владельцы животных вынуждены переходят на другие вакцины, импортные, но худшего качества и с большим количеством побочных эффектов. С 1 сентября 2023 года ситуация может ухудшиться, потому что для официального ввоза иностранных вет препаратов в Россию производителям нужно будет получать заключение Россельхознадзора. Понимая мрачные перспективы, Ассоциация ветеринаров предложила добавить в официальный список дефицитных лекарств препараты для животных. Перебой с поставками препаратов можно сколько угодно оправдывать сезонным спросом, однако людям, которые пришли в аптеку за необходимым лекарством, от этого легче не становится. Будет ли государство использовать параллельный импорт? Каким схемам будет прибегать, чтобы восполнить отсутствующие медикаменты? Вопрос открытый. А пока остается лишь надеяться, что Министерство здравоохранения хотя бы признает, что лекарств в стране не хватает и что отсутствие даже одного препарата это уже серьезная проблема. Редактор субтитров А.Семкин